Казалось бы, где российские дороги и где рекорды скорости? Однако Мерседес вдруг решил привезти черную версию двухдверки AMG GT, которая недавно побила рекорд Нюрнбург-ринга среди серийных автомобилей. Благодаря доработанному битурбомотору и улучшенной аэродинамике, автомобиль может ускориться до сотни за 3 секунды, а прострел до 200 занимает менее 9 секунд. Но за все, как известно, надо платить. Поэтому стартовая цена вдвое выше стандартного GT, а точнее 35 миллионов рублей. Тем, кто готов заплатить больше, предложат пакет опций, которые повысят итоговую стоимость до 38 миллионов. Ради интереса огласим несколько позиций из прайс-листа. Так, полукаркас безопасности и спортивные кресла оцениваются в 780 тысяч рублей, а за эксклюзивную окраску из колеровочного листа AMG придется доплатить уже 876 тысяч. Фантастически дорого, но брать очевидно будут. Куда менее экстремальный вариант со спортивным настроем – это Kia Stinger. Уж сколько ходило слухов, будто его планируют вычеркнуть из российской гаммы. Но нет, к нам спешит обновленный вариант, уже успевший пройти сертификацию. Впрочем, поводов для радости немного. Ведь мы ждали не только других задних фонарей и огромного тачскрина медиа-системы. Главной надеждой была новейшая турбо-четверка 2.5, отдачей свыше 300 сил. Однако для нас оказались заготовлены лишь старые движки. С ними старт продаж назначен на начало наступающего года. И закрывая тему очень горячих и просто подогретых авто. В уходящем году корейская Hyundai неожиданно привезла i30N. Весь тираж из 150 хот-хэтчей успешно распродан. Но на этом история не заканчивается. Как рассказал глава российского офиса марки Алексей Калицев, следующей весной мы увидим уже рестайлинговый вариант Enki. А еще корейцы предложат россиянам электромобиль. Это будет серийное воплощение концепта 45, но подробности последуют позже.